Здравствуйте, мои маленькие друзья! Здравствуйте, мальчики! Здравствуйте, девочки! Ну что, вы приготовились слушать новую сказку? Ну, давайте начнем. Сказку написали братья Гримм, и называется она «Соломенка, уголек и боб». Жила-была в деревне бедная старуха. Собрала она раз в миску бобов и хотела было их сварить. Она затопила печь и, чтоб огонь скорее разгорелся, подбросила пучок соломы. Стала пересыпать бобы в горшок, и вдруг один из них, незначай, выскользнул и улегся на полу рядом с соломенкой. А вскоре выскочил за ним из печи и горящий уголек. Вот соломенка и говорит «Откуда вы к нам, милые друзья?» Уголек отвечает «Да вот посчастливилось мне из огня выскочить». А не то бы верная гибель была мне. Я сгорел бы и превратился в пепел. А боб ему говорит «Я тоже ловко спас свою шкуру, а то положила бы старуха меня в горшок и сварила бы меня и всех моих товарищей, без всякого сожаления». А мне-то разве лучше пришлось бы, сказала соломенка. Всех моих сестри старуха в огонь бросила. Мне еще посчастливилось. Вывалится у нее из рук. «Что ж нам теперь делать?» – спрашивает уголек. «Я думаю», – ответил боб, – «раз мы так счастливо спаслись от смерти, так давайте жить как добрые друзья-товарищи вместе. А чтоб с нами не приключилась иной беды, давайте уйдем отсюда и поселимся в иной чужедальной стране». Это всем понравилось, и они отправились вместе в путь-дорогу. Долго ли, коротко ли подошли они, наконец, к маленькому ручейку. И не было там ни мостика, ни жердочки, и они не знали, как перебраться на другую сторону. Но соломенка скоро нашла выход и говорит «Знаете что, лягу я поперек ручья, а вы переправляйтесь по мне, как по мостику». Так она и сделала. Протянулась с берега на берег, а уголек тот был нравопылкого и смело затопал вновь по строенному мостику. Дошел он уже до середины. Вдруг слышит под собой шум воды. Тут испугался он, остановился на месте и не решился идти дальше. А соломенка вдруг загорелась, переломилась надвея и упала в ручей. Уголек упал за ней следом и, как попал в воду, зашипел и умер. А Боб тот был поосторожней. Он остался на берегу и, увидев, что случилось, засмеялся и никак не мог остановиться. И смеялся так сильно, что в конце концов и лопнул. Тут бы ему и конец настал, но, к счастью, подвернулся странствующий портной, отдыхавший у ручья. Сердце было у него жалостливое. Он достал иглу и нитки и сшил лопнувший Боб. Поблагодарил его Боб от всей души. Но только нитки-то у портного были черные. Вот с той поры у всех Бобов виден посередине черный шов. Вот такая вот сказка. Понравилась вам, мои дорогие? Ну, на сегодня и все. Встретимся с вами в следующей сказке. До свидания, мои дорогие. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok